Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове на 101FM программа Особое мнение. Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив сегодня меня Николай Пихтин, блогер, общественник, наш постоянный эксперт и член Общественной палаты Кировской области второго созыва. Николай, добрый день. Добрый день. Ну что, сегодня все в нашей стране обсуждают победу Трампа на выборах в Соединенных Штатах Америки. Следили ли вы за подсчетом голосов? Нет, я не следил. Ну так, время от времени интересовался. Ну так, скажем, в стране выдохнули. Почему выдохнули? Ну потому что, судя по публикациям, очень многие надеялись на Трампа. Хотя я скажу честно, я не надеялся. Почему-то мне больше казалось, что Клинтон, все же ее власть поддерживала, существующую. Но вы тоже выдохнули? Да, тоже выдохнули. Ну, просто интересно, почему? Ну, мне кажется, он новый человек в политике. Он политикой большой не занимался. И мне кажется, будут какие-то изменения во внешней политике, во всяком случае, которые нас могут интересовать. Более смягчение риторики в отношении России. Мне так кажется. Ну хорошо. Давайте перейдем. Хотя, надо не забывать, он бизнесмен, и это очень жесткий человек. Ну, в принципе, мне кажется, что все люди от бизнеса, они такие, да. Потому что иначе там невозможно. Ладно, давайте вернемся к кировской реальности. Наши с вами коллеги во втором часе программы «Дневной разворот» сегодня уже обсудили со всех сторон тему снегопада, уборки улиц. Но, тем не менее, мне хочется узнать еще ваше мнение. Каждый год бывает день, когда снег выпадает неожиданно. Этот день обычно бывает в ноябре или в декабре. Каждый год одно и то же. Мне интересно ваше мнение, как этот замкнутый круг можно разорвать и можно ли? Нет, ну, во-первых, природу тут здесь ничего не поправить, не разорвать. Просто коммунальная служба должна быть всегда готова. Нет, ну, есть же прогноз погоды, есть метеослужба. Мне почему-то кажется, что управленцы, которые благоустройством занимаются, они это видели все, но как-то не среагировали. Все лето что-то ремонтировали, наверное, что-то делали. Но, однако, когда я сам лично наблюдал по городу в пятницу, в субботу ездил, когда снегопады пошли, то машин уборочных не было. Одну я видел в городе всего. Ну, понятно, да, что, наверное, не показательно, потому что какой сайт не открой информационный, на всех сайтах написано, сколько машин минувшей ночью вышло на уборку улиц. Да, писали, что чуть ли не все улицы, на каждой улице по машине. На самом деле, я такого не наблюдал. А вы знаете, мне показалось... И результата тоже не наблюдал. Да, знаете, что показалось? Вот когда у нас народ начинает возмущаться, что в городе грязь, а город ждет, ну, сейчас снежок выпадет, замерзнет, и грязи не будет. Здесь так же. Вот сейчас снег навалит, тогда уберем. А пока пусть валит. Я думала, вы имеете в виду, вот сейчас снежочек нападает, ямки закроет. Да, ямки он закрыл, конечно, грехи всех дорожников, все бы закрывало, да. Ну, нет, вот все-таки, а что надо сделать, чтобы дорожники успевали убрать последствия вот этого самого первого дня снегопада? Ну, знаете, мне кажется, это довольно банально, это нужна поличистская воля руководства, которую должны жестко вопрос поставить и обязать их это все делать и жестко контролировать, и больше, наверное, ничего. Плюс какие-то профилактические вещи, вот дорожники очень много жалуются на то, что они могут очистить, потому что машины стоят там и так далее. Но для этого есть решения очень простые довольно и беззатратные. Это знаки, допустим, что с одной стороны можно по вычетным, по другим по нечетным. Дальше есть знаки, которые запрещают стоянку с 23, допустим, до 8 утра. Но когда снегоуборочная машина выходит днем, когда все люди приехали на работу и в офисах стоят машины, то, наверное, здесь требовать просто неразумно и несправедливо, неправильно будет. Ну, хорошо, ладно, определимся с политической волей руководства. Ну, будем надеяться, что она у нас все-таки появится. Ну, наверное, политическая воля, она уже есть, что мы сможем почувствовать ее результаты. Жесткости в каком смысле? Стукнуть кулаком по столу, сказать, если не уберете, то... Да, да, да. Плюс, я вот насколько понимаю, не хватает конкуренции в этой сфере. Она вообще замонополизирована, и поэтому, мне кажется, тяжело. Если бы была конкуренция, то есть город, условно говоря, разбит бы на части, и какие-то отдельные фирмы отвечали бы за уборку, то было бы, наверное, лучше. Причем в таком случае можно сравнивать. Вот такой-то район лучше убрали, такой хуже убрали. Такая фирма лучше. Устроить соцсоревнования. Ну, типа того, да. Ну, хорошо, ладно. Николай, у нас 10-го, если я не ошибаюсь, числа, это завтра будет пленарное заседание ЗАГС Собрания. И я бы вот хотела обсудить с вами пару инициатив. Во-первых, депутаты планируют рассмотреть изменения в регламент. В частности, запретить передавать свой голос другим депутатам. Вы эту инициативу поддерживаете? Конечно, и давно надо было это сделать. Вот, мой следующий вопрос заключался как раз в том, а почему же этого не сделали в предыдущем созыве, хотя говорили об этом очень много? Ну, наверное, опять банально. Не было поличевской воли. Если бы захотели, настояли бы на этом, это бы сделали. И, кстати, я поддерживаю Госдуму. Сейчас хочет принять, наказывать прогульщиков. Это, я считаю, давно пора наказывать. Депутат все же ему доверили честь. Наши голоса там представлять в Думах. И они обязаны ходить на все сессии, заседания, комиссии, комитетов и так далее. Миграция, да, безусловно, должна работать. И за это надо спрашивать по полной программе. Ну, вот смотрите, да, почему передавали, да, право проголосовать. Например, в прошлом созыве доля депутатов Единой России и доля оппозиционных депутатов, ну, в общем, они были очень близко. И поэтому, если, допустим, предположить, что большая часть депутатов Единой России прогуляет заседание ЗАГСобрания, то у оппозиции есть шанс протащить через ЗАГС свое решение. А сейчас это, в принципе, невозможно, потому что у нас у Единой России абсолютное большинство, да, пропорции изменились. Но, тем не менее, вот сейчас обсуждают эту поправку в регламент. Это совесть? Что это такое? Трудно сказать. Возможно, указание сверху пришло. И они подчиняются просто банально. А, ну, то есть та самая политическая воля. Вот, кстати, возвращаясь к дорогам, я сейчас читаю на сайте эхо-кирова.ру. О расчистке дорог главе региона докладывают каждые два часа. Игорь Васильев распорядился организовать работу дорожных служб после снегопада в усиленном режиме и задействует для этого все ресурсы. Вот посмотрим сегодня в конце дня, как работает политическая воля. Посмотрим, интересно будет. Да, но по идее-то это должно на автомате работать. Здесь никакой даже воли проявления особо это не надо. Ну, если нормально, выстроить. Воля должна заставить работать. Но это на автомате должно быть. Посмотрели, снег идет, все, машины сами с собой должны выходить и очистить. Ну, вы имеете в виду, что без какого-то пинка сверху или звонка сверху ничего не происходит? Ах, это показатель, что у нас, да, у нас так работают. Пока не пнут, не полетят. Ах, это не полетят. Льготы хотят отменить. Это закручивание гаек или это очередная попытка пополнить бюджет? Как вы это воспринимаете? Нет, это очередная попытка пополнить бюджет. Ищут различные варианты. Но мне как-то всегда в таких случаях интересен вектор, как Задорно говорил, мышленнее. Не как сократить что-то расходы, а как где взять, с кого содрать, так извините, чтобы побольше получать. А не как сократить какие-то свои расходы. А ведь расходов нецелевых много, на самом деле. Например? Это автотранспорт, это какие-то лишние здания, учреждения, которые не приносят ни пользы, ни людям, ни бюджету не приносят, а только расходы идут. Много можно поискать. Это количество чиновников дополнительно, да. Я говорю, вы их там мышление-то сразу. Они не мыслят, чтобы сократить. Они мыслят, где отобрать. А как вы считаете, ну вот уже озвучены были цифры, что предпринимателей, которые пользовались этой льготой, не так уж и много. Там суммы-то небольшие, по-моему. Да, там небольшие суммы, но тем не менее, вот что называется мелочь, они приятны. Нет, это не совсем мелочь. Почему? Потому что это определенным образом складывается на инвестиционный климат в целом. То есть нет устойчивости. То есть предприниматель сейчас сразу задумается, так, сейчас это отобрали, следующее, что отберут, следующее, что повысят. Это неустойчивость. Поэтому предприниматели многие работают, делают громаднейшие наценки, потому что быстрее свое выбрать. Они не рассчитывают на 5, на 10, на 15 лет вперед. А вот на короткий очень сильно. Надо зарабатывать прямо сейчас, конечно. Потому что неизвестно, что завтра будет. Вот я предлагаю на этом прерваться, уйти на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, общественника, блогера, нашего постоянного эксперта. Сейчас мы уйдем на перерыв и очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Пихтина, блогера, общественника, нашего постоянного эксперта. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. И если вернуться немного к теме бизнеса, к теме инвестиционного климата, понятно, что ситуация с бюджетом, когда денег нет, очень сильно давит на бизнес. Вот как вы считаете, в каком состоянии бизнес завершит этот сезон? Много ли будет закрывшихся? Закрывшихся наверняка будет и немало, обанкротившихся будет и немало. И в следующем году будут проблемы у людей, как раз с возвратом долгов и так далее. Потому что на самом деле состояние бизнеса тяжелое, очень тяжелое. Если иметь в виду малый, средний и микробизнес, если про него говорить. Да мне кажется, что у больших компаний тоже все не очень радостно. Но им проще. Им большим проще. У них есть что закладывать, они могут кредит, кредитнуться как-то и так далее. Для малого бизнеса тяжело. То есть кредитнуться малому бизнесу, оно практически нереально. А что бы вы в такой ситуации посоветовали сделать самим малым, средним предпринимателям и чиновникам? Нет, малый бизнес здесь посоветовать что-либо сложное. Закрыться? Нет, закрываться вот не надо, надо выдерживать. А власти, чиновникам я посоветовал не дергаться с законами. Вот я считаю, это своеобразный, кровоугольный камень. Стабильность загонов. Вот заморозить их там лет на 15 вообще не трогать. Ни налоги, ни сборы, ничего не менять. И тогда бизнес будет развиваться. А бюджет, вы же понимаете, что за эти 15 лет обесценятся там налоговые сборы, инфляция, все такое? Нет, нет, вряд ли. Дальше, давайте это здесь, наверное, разделять. Одно дело бизнес, а другое дело бюджет и власть. Все же задача бизнеса это получение прибыли. Для чего? Чтобы улучшилось благосостояние этих же граждан. Но это не наполнение бюджета задача бизнеса. Наполнение бюджета это задача власти. А наполнять его можно разными способами. Или ободрать кого-то, или у себя сократить. Получается, что наша власть сейчас выбирает первый вариант. Первый, да. Хотя Путин сказал, что налоги не будут менять. Налоги-то, похоже, не будут менять. Но опять взносы различные начинают менять. Акцизы увеличивать и так далее. А как вы относитесь к этим лазейкам? Вы ведь абсолютно правы, да? С одной стороны, президент что-то обещает. С другой стороны, исполнители говорят, окей, мы не трогаем налоги. Но мы сейчас поменяем это, это, это. А еще, будьте добры, пару миллионов на благотворительность заплатите вот сюда-то. Такие есть, да. Ну, это же подрывает авторитет первого лица государства. Это, как сказать, эхом отзывается и на все. На регионы, на губернаторов, и на мэров, в конечном счете. То есть, они сами не могут гарантировать, что завтра будет. В 2018 году нам предстоят выборы президента, как-никак. Наверное, они будут безальтернативные, но тем не менее, это будут выборы настоящие. Ну, насчет безальтернативных я бы не сказал так. А интрига, в общем-то, есть и серьезная. Все-таки вы считаете, что есть интрига? Да. И в чем интрига? Ну, во-первых, Путин может не пойти на выборы. Может появиться новый человек внезапно. Как сам Путин появился при Ельцине. Ну, в любом случае, наверное, если даже появится новый человек, это будет преемник существующей власти. Ну, система и вот эти тренды, да. Часть системы и часть власти. Так вот, возвращаясь к моему вопросу. Это вот вся история со сборами, с увеличением всяких взносов и так далее. Это происходит как бы с молчаливого согласия Кремля? Или это что, инициатива местных? Нет, похоже, это политика такая. Это политика такая. То есть, Кремль все прекрасно знает, все это понимает и видит, и считает. То есть, та самая политическая воля, о которой мы говорили в самом начале. Да, да. Ну, хорошо. Так, вот еще... Хотя вот сейчас прошли некоторые изменения. Значит, вот буквально вчера, позавчера озвучили, что, я считаю, для народа очень приятно, что 85 справок сейчас гражданам не надо собирать. Это очень большой сдвиг, на самом деле. Но это не совсем бизнес и касается... 85 справок для чего? Для оказания госуслуг. Если мы раньше собирали, нам говорили, вот принести такую-такую справку, сейчас госорганы будут между собой сами электронный способ обмениваться, сами запрашивать, сами все делать. Что абсолютно верно. Это такое послабление. Ну, не послабление, а это нормальное цивилизованное решение, что ли, которое давно тоже назревало. Ну, вот я тоже так думаю, что это нормальное поведение для эффективного государства. Федеральных СМИ снова заговорили об укрупнении регионов из-за их экономической несостоятельности, из-за долговой нагрузки. Я сейчас процитирую Валентину Матвиенко, которой она сказала, что часть регионов не способны существовать экономически и финансово. И наибольшему риску, по мнению экспертов, подвержены регионы с численностью населения до трех миллионов человек. Вот, по вашему мнению, Кировской области грозит такое укрупнение? Вы знаете, на эту тему у меня интересная версия сложилась. Так, давайте. Как бы мое личное мнение, что да, Кировская область не так богата, и укрупнение, скорее всего, ее коснется. Тем более, если вот как бы сложить своеобразный пазл из трех моментов последнего времени. Это перевод времени на час, это Киров-Вятку и укрупнение районов. Мне кажется, это один пазл, единый. Время сейчас переводят на час. То есть, пошли разговоры об укрупнении районов с Коми или с Нижним Новгородом. Но в этом случае перевод на час непонятен. В Коми на два часа разница, в Нижний Новгород – Московская. Зачем на час нам переводить, если нас будут укрупнять? Поэтому напрашивается вывод, что Судмуртии могут укрупнить, там на час разница. И ведь, смотрите, сейчас вопросы по переводу времени проталкивают. Не спрашивая никого, уже внечен в ВЗС наш проект и так далее. И, скорее всего, будет решение, что перевести на час от Москвы, и это уйдет в федеральный центр. И это вот один из шагов. И потом, образуя, допустим, Вятский край, город Киров, Вятку переименуют. И она станет столицей Советского края. Вот такой пазл интересный. Развитие событий может быть. Слушайте, но все-таки Судмуртии исключительно из-за времени? Уже было? Нет, почему? Это время под Удмуртией сейчас. Нет, нет, я понимаю. Я имела в виду другое. Вы считаете, что нас объединят именно с Удмуртией исключительно из-за времени? Нет, нет, из-за экономических соображений. А вот про экономические соображения поясните. Ну, Удмуртия сильная республика. Мы сильный город Ижевск. Очень мощная производство там. Серьезная промышленность развита. Там бюджет гораздо больше нашего Кировского. Ну, слушайте, вот какой из соседних регионов не возьми? Там Пермский край, Татарстан, Нижний Новгород. Это все сильные регионы. Пермский край, он же с Коми объединен, Пермской области объединились в свое время с Коми. Он объединен. Нижний Новгород как-то там, ну, это личное мое мнение, если Нижний Новгород укрупнять, ну, во-первых, это сам по себе сильный регион. И смысла его, как бы, я не вижу. Рядом стоящая там Ярославская область, Владимирская область, может быть, по ним речь пойдет, я не знаю. Но по Кировской области, да, скорее всего-таки в этом деле решения будут. И в этом случае, кстати, я могу сказать еще дальше, продолжить. Да, давайте. В этом случае для меня лично более логично вырисовываться и то, что сейчас Абрио, какие действия производит. Вот он, скорее всего, по моему убеждению, что он на выборы не пойдет, просто сейчас такая своеобразная подготовка идет к тому, чтобы это сделать. А какие конкретные действия вы сейчас имеете в виду? Это сокращение аппарата, перераспределение функций идет, плюс, значит, личные какие-то изменения, сокращения, имеется в виду министров, чиновников там и так далее, вот все это. Ну, то есть то, что людей увольняют, но на их место никого не берут. Ну, может, кого-то сейчас и взяли, как бы, но вот я нигде не вижу, они в информационном поле ни СМИ не пишут, мы никого не видим, не слышали, не знаем. Ну, если... Дальше вы сами задумайтесь, если человек из Москвы едет в глубинку, в Вятку, я не поселиваю, я имею в виду чиновников, там есть люди, которые из Сочи приехали. Ну, логически, человечески, что бы им менять? Ну, потому что... Как командировку на годик, они могли бы приехать? Потому что это люди там полувоенные, Родина сказала, надо, они взяли под козырек, снялись с места и поехали. Ну, я бы немножко так не рассматривал. Ну, не знаю, сказали, вот поезжай в Кировскую область, послужи стране. Не, на годик, да. Думаете, есть шанс ответить? Нет, я не поеду. Ну, почему? А разве у нас здесь нет кадров хороших? Я сомневаюсь, наверняка у нас кадры есть, есть хорошие. Мне кажется, что в понимании москвичей, приехавших к нам в регион, все эти местные кадры, ну, так скажем, себя запятнали, работая с предыдущим губернатором. На это похоже, да. Чувствую, как проходит вот эта смена правительства, похоже на это. Что они просто не доверяют местной элите, местным кадрам. Да, ладно, бог с ней, с местной элитой, но с ними, там, наверное, не работать, да, в одном здании и не работать в одной системе, да, гусорганов. А насчет местных кадров, вот вы считаете, это оправдано? То есть работал с белых, там, неважно, хорошо ты работал, плохо работал, все на тебе стоит кремо. Нет, здесь банально просто, что должен быть профи. Если он профи, такая разница, он с кем работал. Профи есть профи. Но ведь и профи увольняют. Так мы нынче видим, что и профи увольняют, да. Ну, вот как вы оцениваете такой подход, ну, с позволения сказать, кадровой политике? Мне кажется, не совсем правильно. И это даже в упрек белых можно поставить, что почему кадры не выращивались свои. Или их выращивали, но где они, куда они делись. Ну, мне кажется, что это можно поставить в упрек всей системе, на самом деле. Всей системе, да. На самом деле, это во всех областях. Я не думаю, что это проблема, там, отдельно взятой Кировской области, либо отдельно взятого, там, экс-губернатора белых. Мне кажется, это системная история. Это системная, я полностью согласен, да. И, кроме того, системная, еще другое, что, заметьте, у нас, как приходят новые мэры или новые губернаторы, так начинаются какие-то революции, изменения, все. Я-то уверен, что сейчас Трамп пришел, там революции особо не будет. В странах как жила, так и жила. Люди будут знать, что у них устойчиво, там, налоговое заказательство и так далее, и все. И ничего особо не изменится. Ну, наверное, логично, да, что каждый руководитель все равно приводит с собой своих людей. Потому что ему нужно на кого-то опираться. Нет, я полностью с этим согласен. Я вообще считаю, что формула, что короля играет свиту, она очень такая интересная и довольно опасная формула. И поэтому он должен приводить своих, конечно, безусловно. А как вы оцениваете нынешнюю свиту? А я их не вижу. А где, вы видели кого-нибудь публично, вот где-нибудь, из министров, из новых назначенцев, там, и так далее, мы их не видим. Поэтому я никак не оцениваю. А вы раньше, ну, достаточно активно ходили на мероприятия, там, на общественные слушания вы часто ходили, там, на мероприятия общественной палаты, ну, на те события, где поднимаются там значимые социальные темы. Например, сейчас вы посещаете? Нет, сейчас я не посещаю, хотя было желание у меня здесь на пару мероприятий сходить, но я не пошел. Но, как я потом почитал отчетов, что из правительства никого и не было. А раньше они ходили. Раньше, надо сказать, они были достаточно открыты и коммуникабельные, и ходили, и министры, и все прочие приходили на заседания, и в общественную палату. — Это вы связываете с чем? С тем, что, в принципе, власть поменялась, либо с тем, что новая власть информационно закрыта? — Похоже, она закрывается информационно. — А в чем смысл? — Смысл — это, так скажем, политика местной власти. — Нет, я имею в виду, в чем смысл, чтобы не получать обратную связь от людей, а поток информации гнать только в одну сторону. — Я здесь смысла не вижу. — Из серого дома в массу. — Я этого не понимаю. Я считаю, что должны быть максимально открытыми и больше ходить, и на мероприятия различные. Даже не как приглашенные, а просто как слушатели ходить очень полезно. — Вот я сейчас предлагаю на этом прерваться, но к публичности чиновников и к публичности власти мы, наверное, вернемся еще. Я напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, и сейчас мы уходим на рекламу на пару минут. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM — Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Фанасьева, напротив меня все так же Николай Пихтин, блогер, общественный деятель, наш постоянный эксперт. Вот давайте про публичность и непубличность власти все-таки закончим наш разговор. Вот почему вы уверены, что это именно непубличность, то есть что это неосторожность, что они там сейчас, может быть, они присматриваются к людям, потому что многих не знают лично, не знают там, что это за люди, что это за журналисты, что это за блогеры. Почему вы для себя определяете именно это как непубличность и закрытость? — Ну что значит присматриваться к людям? Для того, чтобы присматриваться к людям, надо с ними встретиться, как минимум. Или втихаря читать про них. Поэтому, допустим, министр по информационной политике, почему он не мог провести расширенный брифинг какой-то встречи с журналистами, с общественниками? Встретиться, поговорить, себя показать, на других посмотреть. Однако этого не происходит. И заметьте, еще такой момент, когда Васильев заступил и объяснил, везде за ним был. На всех мероприятиях, что я видел по телевидению, везде объяснил сзади. Этого сейчас нигде мы не видим. Это симптом определенный. — Симптом чего? — Закрытости. Информационной закрытости. Хотя вроде это работает. Это просто работа его. Быть постоянно в русле того, что происходит в обществе. — А вы бы хотели, чтобы была организована такая встреча с Бикетом? — Безусловно. И не одну, и на регулярной основе их надо проводить. — О чем бы вы его спросили? — Ой, я, походу, определился. — У нас Никита Белых был очень активен в социальных сетях, в живом журнале, в Твиттере. — Да, кстати, нового и в социальных сетях нет. — Вот я хотела спросить, это плохо? — Плохо. — Почему? — Опять же, закрытость информационная. То есть человек, управляющий информационным пространством, он должен быть в нем находиться, как минимум. — А должен ли чиновник высокого уровня пытаться как-то объяснить свои решения людям? То есть вот я решил так, потому что... — Ну, это честно было бы хотя бы, мне кажется, так. Если публично сказать, да, вот мы будем сейчас работать вот так. Ну, все бы понимали, что вот они так работают. А то сейчас непонятные вообще. То ли хорошо, то ли плохо они считают. — Так, ну, хорошо. Вот если вернуться к теме все-таки объединения и укропнения, я так понимаю, что вы этого не исключаете. — Я не исключаю. — То есть даже скорее считаете более вероятным, нежели невероятным. — Да. Наверное, по стране таких вещей несколько произойдет, укропнений. — Вот как вы считаете, для нашего региона это хорошо или плохо? — Да мне, вы знаете, мне кажется, особо никак не скажется. Во всяком случае... — А что, хуже уже некуда? — Ну, примерно так. То есть, ну, я не вижу почвы как бы для того, чтобы что-то улучшилось. Дороги, ну, они так же останутся. Кстати, я был не так давно, где-то год назад в Удмуртии. Там дороги практически такие же. — Ну, может быть, у меня субъективное восприятие, но мне кажется, что везде дороги лучше, чем в Кирове. — Наверное. — Я тоже ездила на машине. — Есть еще хуже, говорят, в Вологе еще где-то там еще хуже. Там все убитое все. — Так, а в чем будет целесообразность для Кировской области? Ну, например, возможного объединения. — Во-первых, скорее всего, произойдет какое-то сокращение аппарата чиновичьего. Безусловно, скорее всего. Дальше, ну, консолидировано, такой бюджет получится более мощный. То есть перераспределение пойдет. — Компенсировать убытки Кировской области доходами Удмуртии? — Ну, примерно где-то так, да. И я не исключаю, что федеральный центр на это дело какие-то средства вложит для того, чтобы это как-то поддержать. — А главным в объединенном регионе будет кто? — Ну, мое ощущение, что Вятка будет. — Да ладно. — Да. — Подождите, а почему? — Ну, Вятский край, скорее всего, будет. Как было, кстати. Это же было уже в истории нашей. Вятский край уже был, не выходила Удмуртия. — Ну, вы только что сами сказали, что Удмуртия — это более сильный регион. — Экономически. — Да, более экономически сильный регион. А чем же Вятка сильнее тогда? — Просто, может, исторически, я не знаю. Я вот затрудняюсь это сказать, но вот мне так кажется. — Ну, хорошо. А вот как у вас самого есть ощущение вот эта история с возможным объединением? Да, я сейчас говорю возможным. А какой отклик она вызывает там среди людей и среди региональных элит? Будут ли они этому рады? — Пока, значит, судя по соцсетям, могу сказать, или вот с кем я общался, нейтралитет полный. Что объединят, ну, пусть объединят. Вроде как ничего особо не изменится. Видите, мы всегда подспудно за таким, что ждем. Что вот сегодня вышел указ, объединили, а завтра у нас все дороги стали хорошие, там пыль исчезла. — А завтра наступит новая жизнь. — Ну, это же не будет, конечно. Это не стоит надеяться. А вот перераспределение элит, оно произойдет, безусловно. Слияние, вливание одних в другие. Борьба за власть у них начнется своя. И, кстати, выборы будут очень интересные. — Вы сейчас про какие именно выборы? — Ну, если объединяется, если есть единый регион, получится, условно говоря, Равянский край. То там будут какие-то выборы, СВС будет там и так далее. — Ах, вы считаете, что даже УЗС будет объединенным? Ну, законодательный орган. — Мне кажется, скорее всего, да, это логично. — А та история, что Удмуртия — это все-таки национальная республика, да, и в национальных республиках, ну, они всегда такие более сложные. — Да. Трудно сказать, видите, здесь еще момент возникает такой, что если, допустим, Вятка будет столицей, края, то Ижевск получится районным центром. — Мне кажется, Ижевск на это не подпишется. — Для удмуртского народа это будет обидно. Это, безусловно, здесь надо учитывать. То есть как эта конфигурация будет, я не знаю. Пермской краю, кстати, оставили, ведь как бы Сатыфкар как столица Коми осталась. — Николай, скажите, вы за бюджетным процессом следите сейчас? — Не очень. — Не очень? — Не очень. Я не стал следить, потому что я убедился, что граждане практически не могут там повлиять, поэтому... — А раньше могли? — Да и раньше особо не могли. — Я хотела спросить вас про нашу закредитованность. Мы являемся единственным регионом, который не вернул долги Минфину. И вот сейчас Кировская область собирается брать коммерческий кредит, чтобы закрыть бюджетный, так скажем, рефинансировать долг. Вот вы к этому как относитесь? Это нормально? — Нет, это ненормально, и в этом случае, в конце концов, на нас и все граждане отразится. — Каким образом? — А как? Придется же выглачивать, и проценты большие. Откуда их взять? Из бюджета взять? Значит, где-то отберут, где-то урежут. Или какие-то льготы опять поубирают. Что-то вот такое произойдет, безусловно, а как иначе? — Ну вот представители бизнеса, которые также ходят часто в эту студию, говорят, ну вроде, а что вы, ну а что в этом такого? Бизнес это делает вот сплошь и рядом. Берет один кредит, перехватывается деньгами, и если есть возможность, чтобы закрыть другой кредит, вроде, что вы делаете из этого трагедию? — Нет, дело не в трагедии, а дело в том, что для бизнеса это нормально, это совершенно так оно и есть, а для бюджета это не совсем нормально, я считаю. Все же ставки высокие. Если бы они были как на Западе, там 5-6% годовых, то... — Для бюджета это ненормально, почему? Потому что мы берем более дорогой кредит, чтобы отдать более дешевый? — Нагрузка на кредит больше, конечно, безусловно. Затраты-то больше. И это же надо брать где-то деньги. И, скорее всего, эти деньги-то берутся именно из самого бюджета областного, а не из федеральных дотаций и еще что-то. — Ну на обслуживание долго, да, логично предположить. — Обслуживание полностью своя. — Хорошо. Вот прочитала в газете «Бизнес-новости» на этой неделе очень интересное и обстоятельное интервью нашего бывшего мэра Киселева. — Да, я тоже читала. — Вот скажите, пожалуйста, помните ли вы времена его правления? — Да, помню, конечно, безусловно. Ну, так сказать, детали уже стерлись какие-то, но помню. — Вот вы знаете, он в своем интервью сравнивает, да, он говорит, что когда я работал, тоже все было очень сложно, тоже в бюджете денег не хватало, не могли по несколько месяцев заплатить зарплату учителям, врачам. То есть он приводит все эти примеры, что ситуации были сходные. И он рассказывает частично, да, как там они из этого выруливали. — Нет, он там, смотрите, зарплаты, он один момент мне не осветил о чем, что он работал с 97 по 2007 год, это в самом начале его было, вот эти сложности, они потом закончились. — Ну вот, то есть как бы... — Это по всей стране тогда так было. — Ну, собственно, сейчас с бюджетом сложности тоже по всей стране. — С бюджетом сложности по всей стране, но сейчас федеральная власть напрягает очень сильно регионы, чтобы зарплаты, безусловно, выплачивались. Вот стоят, откуда и кредиты берутся. — Вот я хотела вас спросить, к чему я веду-то. Как бы вы охарактеризовали вот период мэрства Киселева? По вашему ощущению, было тогда сложнее, чем сейчас, или легче? — Нет, там в его правлении часть лет пришлась на тучные, как говорят, годы. Когда деньги были, и вот здесь, в городе, то, что ремонтировались в то время, дороги начали ремонтироваться, там были очень большие финансирования из федерального центра, плюс от партии были очень большие финансирования. Поэтому как-то легче ему было в этом смысле. И ситуация с дорогами-то в то время была ужасающая. То есть все равно надо было что-то делать. Если бы не он, кто другой, она бы все равно делалась. Ведь у граждан спрос к мэрам-то очень простой. А что он сделал такого, что бы на его месте другой не сделал? — Ну, не знаю. Я задаю вопрос, что он сделал такого для меня. — Вот я о чем и говорю. Но был бы на месте его другой мэр, этого что не произошло бы? Скорее всего, произошло бы то же самое. А что именно он сделал? Вот память какую о себе оставил. Хотя в народе о нем очень хорошо отзываются. — Вот он сказал еще такое одно интересное. — Он был мобильный, коммуникабельный, общительный был, информационно открытый был. Вот что не скажешь по следующему мэру. Это большой плюс был. — Вот из интервью Киселева очень интересное утверждение, которое мне понравилось. Вот он говорит, если человек уже поработал в бизнесе, его нельзя ставить на государственную службу. Поверьте, он будет думать только о себе, о собственном кармане. Вот вы согласны с этим? — Я согласен с поправочкой небольшой, что в крупном бизнесе. Потому что в мелком бизнесе, в малом бизнесе практически все работали. А в крупном — да. — Слушайте, а вам не кажется, что особенно в крупном бизнесе вопрос эффективности стоит на первом месте? Эффективности всех процессов. — Конечно. — А чем же плохо взять во власть человека из бизнеса? Если человек привык работать эффективно в бизнесе, то почему он не сможет работать эффективно во власти? — У него, во-первых, образ мышления иной. У него образ мышления — это получить прибыль, заработать. И он вряд ли изменится уже. Тем более, что люди, которые из бизнеса в власть идут, это уже не молодежь. Это более взрослые люди идут. То есть у них уже сформировалось все это убеждение и взгляд на жизнь. — Ну, это задача бизнеса, да? Заработать денег, там, задача власти в другом. И если бизнесмен... — Это в общем, в другом. Но по сути-то, вот бизнесмен идет в власть, чтобы как минимум или свой бизнес сохранить, или приумножить его. Подспудно, но все равно к этому приходит. — То есть вы не допускаете, что бизнесмены идут во власть, потому что хотят что-то хорошее сделать. Там свой бизнес уже налажен, за ним не нужен причинный пригляд. — Единичный может быть есть. — Ну, хорошо. На этом, к сожалению, кончилось у нас эфирное время. Я напомню, что это было особое мнение Николая Пихтина, блогера-общественника, нашего постоянного эксперта. Спасибо, Николай, вам за эфир. — Вам спасибо. — Эфир для вас вела Юлия Фанасьева. Всего доброго и до свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...